Ну, в общем, доклад такой несколько с промптом. Вот, то есть презентацию успел подготовить только одну, но штуки будут интересные. Так, значит, кейс. То есть в своей практике я столкнулся с тем, что в разработке новых фич и багфиксах ты сталкиваешься часто с тривиальными задачами, но иногда ты сталкиваешься с какими-то новыми проблемами, новыми фишками, которые имеют свои особенности. И я решил, в принципе, просто составлять чисто для себя такой список, копилку кейсов интересных, которые можно потом использовать для общения, для дефтоков, для обмена опытом с другими разработчиками. И вот, в частности, из этой копилочки интересные кейсы. Кейс такой, когда нельзя сменить регистр текста. То есть вот у нас есть логотип и текст. И задача была сделать его в маленьком регистре. Вот и ответ, то есть не получилось это сделать, потому что сам шрифт, это отдельный шрифт, который попросил заказчик, он просто не имеет в своей раскладке маленьких символов. Это было просто после того, как разобрались, в чем причина. То есть там уже фронт-энд-девелоперы уже такие, блин, ну как же, что. Вот, да, внезапно. Вот. Вот он. То есть просто большая норма. Так, следующий кейс. Скоро, что я не могу не пойти. Так, когда сторонняя библиотечка внезапно подводит на продакшене. Имеется в виду следующее. То есть мы заливаем, ну, разрабатываем фичу, все хорошо. И теперь мы ее деплоим на продакшен. И у нас возникает какая-то странная штука, ошибка, ничего не компилится и все. И обычно деплой, когда вечер пятницы и все. Хэппи до субботы. Да, безудержное веселье. Вот. А проблема не в Ruby коде, а проблема оказалась в CSS-ах и библиотечке для их компайнинга. То есть вот написан CSS, причем и вендорские стили, которые ставятся, как бы все должно работать, но внезапно. Отсюда у нас вытекает следующая мораль, что не всегда безоговорочно доверяете сторонним либам и компонентам. То есть априори, конечно, мы считаем, что они стабильные, они работают, production ready, но часто бывает, что у них какие-то баги и могут быть фатальные для вашего приложения. Вот. Потом еще как совет, что запускайте Rake Assets Procompile на локалке. Можно даже в production режиме это все запускать, тестить перед мерджем фичи или деплоем. на staging production. И вы можете сэкономить себе кучу времени и головной боли при этом. И также рекомендация, что пишите побольше тестов и почаще их запускайте. Так. Еще интересный кейс хотел бы рассказать. Очень интересный кейс, на который тоже потрачено было время. на дебах. Называется он так. Unicode Character U228 или Погоня за призраками. То есть случилось следующее. Был комит, и я обратил внимание, что какие-то в комите были странные символы. А тут почему-то цветопередача не видно, но тут вот эти красные в конце штучки, это вот эти странные символы, которые невидимые в редакторе. То есть это как бы пробельные символы, но они не отображаются. Но по факту они есть. То есть их копипастом из какого-то другого редактора вставили, и как-то они попали в наш код. К чему это привело? Это привело к тому, что на фронт-энде начали выводиться странные значочки. Тут показан Ubuntu, афром проект отрендерин. И вообще что это? Непонятно что. Вот так оно отрендерилось. Вот оно. Эти символы. Да. То есть их было достаточно сложно вообще понять, в чем причина, потом поймать их, выцепить этот невидимый пробельчик. А потом уже его можно было вставить, поискать в редакторе все вхождения по всему проекту и выпилить успешно. Вот. То есть вот так оно выглядит, когда ты ищешь в RubyMine. То есть то есть никак. Да. Почти никак. Да. Но тем не менее у нас есть восемь совпадений. Восемь. А ты это делал? Кто это такой веселый парень? Ну это был фронтенд разработчик, который добавил веселья в проект. И причем тут этот символ еще и удвоенный, но по-прежнему мы его не видим. Пока не запустим поиск. И это всегда очень весело и с удовольствием. Да. финальная тема. Тут уже презентация. Как-то ее запустить. Ага. Вот так. О. Сейчас. Вот. Как-то все началось с того, что обновил я Chrome, запустил проект Localhost 3000. Ну он у меня был сделан в хост alias domain.dev и все. Это было фиаско. То есть я поймал в консоли вот эту ошибку, меня средиректировал на HTTPS версию локального сайта и все. Дальше я ничего не смог понять, что произошло. Вот. В процессе исследований, что вообще происходит. Вот. То есть вот такой вот редирект. Тут обрезалось. Ну в общем тут идет ошибка в Rails консоли. Причина. Суть проблемы. То есть Chrome, начиная с 63-й версии, форсирует все домены, которые кончаются на .dev или .foo на HTTPS протокол. Причем независимо от того, ты вот что-то локально пытаешься достучаться или ты в какой-то мир смотришь, пытаешься там сайт этот выцепить. Тут по ссылочке есть описание. Ну я не стану спорить разработчиками из Chrome. Я просто начал искать пути, как это решить, как мне сделать настроить рабочее окружение, потому что .dev в принципе меня вполне устраивает удобно. Название проекта .dev Я знаю, что это моя локальная тачка и это именно идет разработка на ней. Вот. Поэтому я решил так. Залез в hosts и подправил варианты такие были с defis, но без точки. Заменить на точку тест. Некоторое время поработал вот так. Потом вариант был вот такой заменить на точка localhost. Тоже в принципе рабочий. Варианты еще были develop, local, но в итоге остановился на на другом. Это другой вариант решения, то есть можно использовать по там есть скрипт, создать самоподписывающийся сертификат, установить его и юзать https твой название .dev Я не стал с этим заморачиваться, тем более на лаке. Это, наверное, было бы чуть дольше. Ну, и решил таким образом объявил вот такой домен название проекта .me вот посмотрел, то есть что есть .me в принципе есть такой топ-левел домен, да, но он мне подходит с точки зрения разработки, потому что это, ну, как бы мой локальный комп, и он краткий достаточно понятный. Вот, но проблема в том, что я не захотел писать 3000-ый порт, чтобы доступ по локалке. И теперь у меня проект запускается вот так. То есть на 80-ом порту. Ну, вот, чтобы такое получилось, мне пришлось запускать Rails сервер подсюда, потому что порт не подсюда, он заблокирован. то есть вот так. Ну, тут есть свои плюсы и свои минусы с точки зрения такого решения. Ну, в общем, спасибо за внимание. Надеюсь, будет кому-то полезно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ